На завершающем этот год еженедельном совещании в Доме правительства говорили о жилье. В Снегопаде обсуждали, как будут проходить детские новогодние каникулы. В республике продолжается работа по оказанию господдержки различным категориям граждан. Всего в 2014 году в рамках реализуемых жилищных программ из бюджетов различных уровней выделено более 3,5 миллиардов рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшат более 6,5 тысяч человек. На обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов выделены средства в объеме более 476 миллионов рублей, в рамках которых выдано свидетельство 715 молодым семей. На сегодняшний день реализовано 313 свидетельств. Остальные будут реализованы в 2015 году, так как срок действия свидетельств у нас составляет 9 месяцев. И средства были распределены в сентябре текущего года. Обсудили и предстоящий Новый год, и праздничные январские каникулы. Утренники в детских садах и школах сейчас завершаются, но они плавно перетекут в веселые городские и районные представления. Более 193 тысяч детей республики посетят театры, новогодние концерты, ярмарки, катки. Не останутся без внимания и дети-сироты. Традиционно в каникулярное время большинство воспитников, детских домов, школ, интернатов устраиваются гостевые семьи. Для нас важно, чтобы каникулы для детей-сирот использовать максимально для того, чтобы адаптировать к новым семьям. И мы это гостевыми семьями называем. Здесь дети проводят каникулы. И в этом году впервые проходит республиканская акция «Новый год в новой семье». И эти семьи мы заранее определяем, помогаем, обеспечиваем, сопровождаем не только педагогически, психологически, но и в определенной мере материально. В настоящее время более 80% воспитательных детских домов, школ, интернатов уже определены гостевые семьи. В новогоднем календаре множество интересных событий. Новогодний бульвар и рождественскую ярмарку на площади республики можно будет посещать в течение всех новогодних праздников. 9 января в Театре оперы и балета состоится рождественская благотворительная елка. Ну а те, кто даже в празднике думает о науке, проведет несколько дней в санатории «Лесная сказка». Здесь будет работать республиканская образовательная школа «Нанаград Че». Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, Республика.